всем привет в общем выкопал картошку выкопал порядка четверти гектара этой копалкой ну вот хочу рассказать как она себя проявила в такой конструкции в общем классно мне понравилось по сравнению с дельфином это даже сказать что это небо и земля это ничего не сказать намного намного лучше основного практически вся картошка получается земле потерь минимум копаться в земле практически не приходится и такой перед копалки похожий на якорь дэнфорда очень хорошо себя проявил по ботве конечно по очень густой ботве не скошенной копать не получается там где ботва посохшая в принципе копает нормально даже не скошенную ну а так в основном вскосил триммером там еще чем-нибудь и все и больше головы не ломаешь ботву не надо не собирать ничего даже по такому слою скошенной травы копает практически не забиваясь именно потому что трава поднимается сюда она не перемешана землей просто трава сюда поднялась здесь скопилось и дальше ее либо затаскивает туда движущимся потоком земли либо колесо наступает на плети свисающие и вытягивает и сюда вот поэтому такие маленькие колесики это минус буду я к следующему году колесики делать в полтора два раза больше потому что куча здесь собралась потом сюда выпала перед колесом и она не может на эту кучу наехать начинает гребсти перед собой естественно это дополнительная нагрузка на трактор потом она все-таки в конце концов либо разгребает эту всю траву либо перекатывается через нее но в общем колесики малого ты надо делать побольше вот это один из минусов носики эти я подрезал здесь они были так в принципе я их и планировал отрезать просто оставил так чисто попробовать почему отрезал потому что заметил после пары соток выкопанной картошки заметил что они здесь изнашиваются очень сильно раз они изнашиваются значит они создают довольно таки сильную нагрузку поэтому я их отрезал конечно сравнить не получилось потому что после того как я их отрезал пошли дожди и дальше я копал уже по отмягшей земле поэтому шло оно намного легче практически без пробуксовки копал поэтому не знаю носики эти сильно нагружали или нет но отрезал все они без них нормально поэтому пойдет они в принципе ничему не помогали скорее всего только мешали вот про тягу вот эту что она немножко сдвинута назад я уже говорил что это будет минусом регулировать здесь не получается потому что если поднять она начинает долбиться по земле поднял я на одно отверстие выше чем изначально стояла и уже она иногда особенно на твердой земле начинает доставать землю от этого вся эта конструкция начинает подпрыгивать хотя с другой стороны если посмотреть возможно это даже плюс потому что начинает долбиться в землю начинает рамка вот это все подпрыгивать вместе с ножом и получается практически как активный нож вибрация и он тогда идет вроде как полегче закидывает туда в общем посмотрим может быть в следующий раз попробую еще поднять чтобы сильнее долбилась и попробовать так покопать может быть даже лучше или даже чем какую-нибудь лапу придумать чтобы подкидывала ну то так отступление в общем еще минус решета у меня между прутками не по центру а именно прорезть эти два с половиной сантиметра маловато по моему к следующему году один пруток уберу естественно эти переварю будут пореже немножко где-то примерно получится по три сантиметра между ними пусть немножко мелочи туда побольше уходит но зато будет протрясывать лучше это все-таки землей сыпается кое-где так еще что загнутые прутки очень хорошо ни разу здесь ни одна травина не зацепилась все отлично туда сходит потому что тут если какая-то трава идет и просто не за что зацепиться вот сошла и все сходит спал свободно вот эти загибулины очень хорошо помогает ходил я ряд к ряду в основном всю картошку подбрасывать так середине но иногда картошка уже упав на середине потом скатывается сюда в рядок но это редко так что там бездельник может ходить откидывать их или где-то сам остановился или в крайнем случае переехал то одну картошку жалко так что еще не вот эту арочку если бы она была здесь повыше ровно ног на такое расстояние было бы конечно лучше ту за нее частенько зацепляется ботва потому что здесь она скапливается скапливается на этих стойках чуть-чуть набирается здесь и потом когда она если она не вытянута колесом и не ушла наружу она начинает проваливаться всегда в середину вот этим коромыслом ее немножко утрамбовывает а потом так как грохот туда поднимается получается что она опирается сюда в эту варку и все и зависает начиная здесь накапливаться здесь перед ней начинает нагребаться земля ну и уже когда земли довольно много здесь наберется то ее этой землей туда выталкивает как пробку и все и пошел дальше копать вот в основном происходит так но иногда конечно забивается но это забивается только если копать зеленую ботву по зеленой ботве не скошенной тогда это вот тут все навешивается на забивается ну если скашивает то такого вы практически не происходит все она полетает как нафиг делать ни разу что не останавливаешься вот какие еще тут плюсы и коленвала юпитеровского хватило так по моим ощущениям в принципе он еще походит цепку в принципе тоже пусть ходит я говорил что буду ставить сюда гамаша но скорее всего не получится потому что если поставить сюда гамаша 32 он будет вращаться немножко медленней а уже будет маловато в общем амплитуда колебания этого грохота уже будет плохо протрясывать он и так на грани можно было бы еще чуть-чуть добавить в принципе пойдет за неимением лучшего пойдет вот а так все классно все очень понравилось жду с нетерпением следующего сезона покопаться исправить эти грехи покопаться попробовать просили меня размеры по размерам но это потом я или отдельное видео сделаю или просто на фотографиях там поставлю размер чертежи чертить я не умею поэтому чем быть с фотографиями скорее всего придумаю вот ну все что еще рассказать я не знаю если что-то еще придумаем потом еще запишу так что всем пока всем удачи делайте повторяйте рекомендую такую конструкцию рамы сложнее конечно она в производстве чем обычная пространственная рамка тяжелее получается копалка но на мой взгляд она того стоит чем бегать постоянно выдергивать всю бату до чистого огорода лучше один раз потратился время желать железо сюда побольше уйдет конечно зато потом не канете лица с этой ботвой скосил ее там такой слой даже скушенной бату и пофигу ей идет как нифиг делать там на моих видео видно я у себя косил там настоящая сена была и ни разу она не забилась ни разу за весь огород да еще по поводу потерь против дельфина тут потерь можно сказать совершенно нет потому что я копал дельфином вроде бы копаешься потом руками там земле вроде все выбираешь но потом я просто ради интереса взял нацепил плужок и с этим пушком помотался в общем на своем огороде этим пушком еще но выбирал мешок картошки после дельфина после этой я проходил вторым проходом с огорода я насобирал неполное ведро картошки это это в основном мелочевка то которая просыпалась через решет крупной там было буквально штук десять это те которые вышли здесь перед ножом на вот выходят перед ножом картошины иногда но редко бывает и если она попала под вот эту штуку ее просто забивает в землю ну либо под колесико тоже задавлю землю в основном а так если она прошла сюда или сюда то она осталась наружу и и потом забираешь вот единственно если она вышла и под эту попала она же здесь телепает и и забила туда в землю потом завалила там она остается но это редко это может одна картошина на рядок не то вот так что со всего огорода еще потом мелочевки набрал ведерка больше потерь нет по поводу глубины бывает что там порезанная ну тоже если 10 и резаных карташин на рядок это бог с ней за тех 10 карташин перетрясывать тонну земли не вижу смысла в этом пусть они там остаются вот ну вроде все рассказал теперь уже точно всем пока кому интересно подписывайтесь на канал следующем году будет продолжение наверно